Корневой, листовой и черешковый. Приветствую вас на канале Жизнь на даче. Меня зовут Юлия Ягофарова и сегодня говорим о сельдерее. Как вырастить полезную зелень на подоконнике? Об этом нам расскажет главная дачница страны Октябрина Ганечкина. Здравствуйте, Октябрина. Здравствуй, Юлечка. Здравствуйте, наши любимые садоводы и огородники. Октябрина, у нас сегодня тема сельдерей. Он бывает разный, но мы сегодня акцент сделаем на корневом, именно на выгонке на зелень. Да. Вот это все очень страшно и сложно звучит. Как это все делается и для чего это делается? Юлечка, ну, всем кажется страшно, как и тебе. А вообще ничего страшного нет. Все очень просто, легко и доступно. Значит так, мы осенью выросли корнеплод сельдерея, да? Вот такие корнеплодики, конечно, поменьше. Их можно есть самостоятельно. Да ты что, это салат необыкновенно вкусный. Он не только вкусный, но настолько полезный, Юлечка. Почистить, натереть можно с морковью, можно с яблоками, можно с пастой хрена. Это так полезно, вот особенно зимой. То есть мы можем есть его и как корнеплод, и можем из него и вот такую зелень получить. Да. Но это я знаю, вот прочитала, что это не быстро совсем и нелегко. Чтобы корнеплод получить, это надо... Ну, корнеплод это вообще, я даже про зелень прочитала. 200 дней, чтобы получить корнеплод. А чтобы зелень получить, по-моему, 30 дней. Ну, 30 дней, это не год и не полгода, 30 дней. Вот расскажите, что и как? Как это делать? Давай, насыпай земли сюда, или я сейчас быстренько насыпаю земли. То есть, допустим, вот мы принесли с огорода корнеплод. Да, корнеплод, насыпаем земли. Лучше землю взять готовую, торфяную, улучшенный, как говорится, оккультуренный торф. Его как-то, я смотрю, обрезали здесь, да? Нормальный. Ну... Вот тут, или не обязательно? Нет, ну, конечно, надо его так обрезать, чтобы здесь оставались черешки. А здесь немножечко как-то корешки подрезать и все. И вот так берем, например, насыпали земли, у нас есть чем полить, да? Вот, у нас есть. Давай немножечко гуматокалия нальем. Сколько? Да, столовую ложечку примерно, да? И сейчас мы его высадим. Ему не надо много земли, потому что он вначале растет за счет питательных веществ. Вот, насыпали, так, пролили. Добротно проливаем? Ну, нормально, вот так пролили. Достаточно. Вот так, просто сплавим и все. Можно немножечко уплотнить, так. Ничего подрезать. А что тут подвяжать? Нет, ничего не надо. Вот таким образом мы высадили. Вот очень просто. Накрыть, может быть, куда-то поставить. Нет, значит, накрываем. Можно и не накрывать. Поставить на подоконник, так как этот сельдерей, он холодостойкий. И все равно на подоконнике уже у нас бывает, ведь 18-20 градусов. Для него это самая температура. Если температура будет высокая, то листья будут тянуться, и они будут такие желтоватые. Поэтому температура должна быть комнатной. Вначале не надо сильно поливать, потому что первые листочки пойдут за счет питательных веществ, которые находятся в мезге вот этого корнеплода. Самое главное не переливать. Если мы будем переливать, то он быстро загниет. Как часто надо поливать? Ну вот я вот сейчас пролила, и не буду поливать дней 10-12. А потом немножечко, ну можно горшочек чуть-чуть побольше, и его как бы можно углубить наполовину. Вот так вот. Ну пока пусть таким образом, одну треть мы заглубили, и то очень хорошо. Он даст листочки через 12 дней уже листочки. 13 дней ждем первых листочков. Да, и как пойдут листья. Вот это, Октябрин, сколько получается расти? Да, здесь растений пока 6, да, это мало, ой, 7. Он может дать до 50, и листья огромные, такие вот просто вот такие огромные. А когда уже есть можно? Ну, такой, конечно, ты не будешь еще срезать. Ну, еще рановато, да. Он вырастет. Ну, давай нож, я сейчас положи его сюда. Я сейчас, Юлечка, покажу, как правильно срезать зелень у сельдерея. У сельдерея срезают зелень у периферии. Вот таким образом берем листочек, да, вот этот. Вот подержи, а я его так буду срезать. Вот, смотрите, как срезать правильно. Вот таким образом. Вот срезали. Не надо сильно оставлять большой пенечек, небольшой сантиметр-полтора оставлять, он засыхает. Но и средины... Будут новые постоянно расти. И средины, вот смотри, идут и пойдут, и пойдут листочки. Вот посмотри, даже в домашних условиях сельдерей, какой аромат. Да, 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 я уже обратила внимание. Потому что он не такой требовательный к свету, но растут только на подоконнике. А если там лампочку досвечивания, то зелени будет намного-намного больше. И он быстро-быстро растет. Он как возьмет силу, так начинает так быстро расти, что ты не успеваешь срезать листья. Листья в салат, в суп, ну куда угодно. Я правильно понимаю, что поливать каждые 12 дней? Ну, в 12 дней, по мере высыхания почвы. Не надо самое главное заливать. Если будем, вот некоторые, знаешь, любители полить, да, берут прям, о, сверху потрогают, земля сухая. А надо все-таки думать, когда ты полила. Бывает так, что внизу сыро, а вверху прямо сухо. Поэтому... А как это проверить? Да, это проверить просто где-то написано, когда она поливала. Если она полила, уже прошло 10-12 дней, то сыр или сухо все равно надо полить. Примерно выливать там не надо много под корень, примерно выливать один стакан воды, полтора, больше не надо. Потому что когда много воды, он быстро загнивает. Но когда он даст корни, то он становится мощным и быстро. Я знаю, что, вот я читала, когда готовилась к этой программе, что многие сталкиваются с такой ситуацией, когда корнеплод начинает гнить. Вот его посадили на выгонку, а он начинает подгнивать. Да, подгнивать. Или они высадили длинные корни, не подрезали корешки. И корешки они не задубели. Надо, вот если некоторые корешки обрезают, да, вот корешки, например, обрезали, то надо положить этот корнеплод на несколько, ну, на день, на два, чтобы задубели срезы. И после срезки обязательно посыпать толченым углем или золой. В конце концов, даже зеленкой можно обработать, чтобы корешки... И тогда не будет такого. Такого гнили, никаких гнили не будет. А вот глиоклодин надо ли как-то использовать? Вот, да, чтобы глиоклодин, это все-таки фунгицид натуральный, его не страшно. Можно 10 таблеточек развести в одном литре воды и сверху полить. До того, как мы высадим. Да, перед посадкой. Октябрина, выгонка на зелень, это, конечно, хорошо. Чтобы ее сделать, для начала нужно вырастить сам корнеплод. Конечно. А это дело очень непростое. Это точно, Юлечка. А, вот еще моментик. Вот есть еще черешковый ветерей. Да. И вот мы увидели такую историю, что в интернете показывают, что если обрезать, поставить в водичку, то мы вот тоже получаем зелень. Или это не зелень? Это в интернете показали, видишь, вот эту зелень, да, в интернете. Это секрет. Во-первых, в воде сельдерей загнивает, видишь, вот. А гниль, она, есть гниль. А если она гниет, какие-то мушки там начинают летать. И не очень-то, она, вода-то бедная, и листья идут, видишь, какие бледные. Кому это нужно? Понятно, понятно. А секрет весь, вот, это не выросло отсюда. Это не выросло. А знаешь, почему? Почему? Вот давай, разрежем. Давайте. Весь сельдерей, который черешковый, вы покупаете, он, что внутри есть? Черешки. Нет, вот это. Листочки. Вот, вот его оставляют. Вот давай, сейчас. То есть это не выросло? Да, это вот так вот поставили. Вот, видишь, только какие выросли. Ну, хоть что-то... Да дохленькие, как бумажные листочки. Кому это? Вы не советуете такой способ? Да ну, зачем это? Понятно. Разводить каких-то мог. Я знаю, что уже скоро нужно будет его сеять на рассаду. Вот расскажите, какие сроки посева? Да, вот сроки посева, вот самое главное. Если кто корневой сельдерей сеет там в конце марта, то корнеплоды такие не вырастут. Я, например, сею где-то в середине февраля. Февраля. Да, потому что, Ёлечка, вегетационный период сельдерей очень длительный. Это, чтобы получить корнеплоды, это надо 200 дней. Представляешь? 200 дней. 200 дней, если есть терпение, а терпение у огородников есть. Азарт, должен быть азарт, мне кажется, чтобы вырастить такое. Да, есть настроение, и нужно, потому что нужно выращивать корневой сельдерей. Октябрина, ну давайте тогда, может быть, расскажем, как правильно сеять. Давай. Сроки мы обозначили. Давай, берем контейнер. Вот у нас очень высокенький, да. Надо земли всего где-то 5-6 сантиметров. Ну, у нас так коробочка высокая. Давай вниз. Керамзит. Да. Дренаж. Дренаж. Так, насыпали дренаж. Какая нам нужна почва? Почва можно универсальную купить в магазине. Только надо, Ёлечка, обязательно готовую почву, где все-таки термическую обработку она прошла. Если только с огорода принесли, лучше не сейте сельдерей, потому что его сложно, вот эти вот тоненькие всходы появятся, это и заболеет сразу. Нам нужно 5 сантиметров земли. Ну, 5-6, да, Ёлечка. Так. Разглаживай, Ёлечка. А у меня нечем. Ручками можешь? Ручками, хорошо. Надевай перчаточку. Ручками так, ручками. Да, ручками, нежненько. И обязательно утрамбовывай нежно. Ага. Вот так. Угу. Так, давай еще добавлю, чтобы у нас ровненько было. Вот таким образом. Еще немножко. Ну, вот и хватит. Проливаем? Примерно оставляем, вот видишь, бортики, ну, сантиметры. Потому что некоторые полные, ну, поливаешь и вода, земля стекает и грязь. Проливаем? Так, нет, не проливаем. А мы сейчас будем накладывать снег. Снег, у нас вот есть. Обязательно. Вот, давай сейчас. Тоже ручками? Тоже ручками, ложечкой можно. Ну, вот так вот, ровненько. О, хорошо у тебя получается. Высыпай смело, чтобы он не успел растаять. Так, вот так вот, ровненько разукладываем. То есть сеять надо на снег? Для чего? Чтобы семена видно, чтобы не загустить нам. То некоторые загустят, все уже, опять корнеплодов не будет. Вот удивительно, семечки-то маленькие совершенно. Да, маленькие, они кругленькие. Как из такого маленького семечка могу? У тебя ручки, понимаешь, я хочу сама посеять. Вот такое вырастает. Да, вот именно. Как? Вот как. Вот интересно. Природа, Юлечка. Так, я начинаю сеять. И то, вот надо правильно еще сеять. Не то, чтобы все подряд. А мы сеем вот как бы одну бороздку и вторую. А знаешь для чего? Чтобы между рядьями было где-то несколько там, 3-4 сантиметра. Чтобы мы поливали только в бороздку. Ага. Все, они упадут и не встанут. Потому что они дохленькие, маленькие, понимаешь? И вот так вот, смотри. Вот сеем. Вот так вот стараемся не загустить. Видно? Нет? Как? Вот так, видишь? Посеяли, да? И отступаем. Вторая бороздка. Вот так вот. Вот так вот сеем, 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 сеем. Посеяли. Видишь, как хорошо? И все. И ничего не делаем. И ничего не накрываем? Да, надо обязательно нам в пакет пленочный положить. И вот снег тает, и семена всасываются в почву. Потому что семена, Юлечка, нельзя накрывать землей. Они просто не прорастут. Да некоторые еще огородники, значит, посеяли, да? И полили. Земелькой закрыли. Да еще полили. Корка. И думают, что ж такое? Семена-то не всхожие, как всегда возмущаются у нас огородники. Ну, правильно, надо сеять, понимаешь? Вот. Мне кажется, вы густо посеяли, нет? Нет, нормально. Это потом надо пикировать его, да? Пикировать обязательно. Но дело в том, что густо – это не пусто. Когда пусто, тебе негде взять. У тебя взошло очень мало. А чуть-чуть, если где-то в каком-то месте густовато, то прорядить-то нетрудно. Через сколько они взойдут? Через сколько ждать споды? Да, семена, хоть они и маленькие, но удаленькие. И всходы быстро не появляются, как у редиса, например, у редька на третий-четвертый день. А здесь надо ждать, может быть, неделю, а может быть и 10 дней. Представляешь? А куда мы должны поставить? А на подоконник прямо можно поставить. Вот в накрытом состоянии, да? Да, можно накрыть, а можно и не накрывать. Можно и не накрывать. Да, но все-таки я, например, даже не в полиэтиленовый советую пакет, потому что в пакете все-таки влага и конденсат. Если ты... Если попадет на растение... Вот стекло хорошо, но надо тоже поднять это стекло каждое утро и в обед, и протирать, чтобы самое главное не было конденсата. Если капельки там наберутся, вот после этого, как сейчас накрыт, и появятся всходы, то это самое... Сразу они падают. От сырости, от полива они сразу падают. Поэтому поливаем только в бороздку, прям из ложечки маленькой, осторожно так поливаем, поливаем. Не переливаем, потому что если перельем, вытянутся. И тоже опять дохленькие, опять могут упасть, понимаешь? Вот, да, надо вот все, ну так нежно, все надо знать, все это самое. И поставить, когда всходы появятся, вот до всхода все-таки температура должна быть 20-22. А когда появились... Как только появились всходы, надо поставить на такой подоконник, прохладненький, где температура хотя бы 15-18, чтобы они толстенькие хотя бы росли, зелененькие, а не бледные. А через сколько уже высаживают на постоянное место? А вот как там семидольные, знаешь, такие маленькие листочки, а уже настоящий, он такой уже, такой вот уже красивенький, ну как видишь, такой вот уже что-то в форму. При первом листочке уже можно на постоянное место высаживать? Нет, лучше два листочка и пикировать. А, это только пикировать? Да, пикировать в маленький горшочек. Маленький, прямо не надо больший. И так в маленьких горшочках высаживать. Потому что если они не в горшочке, а будут пикировать в какую-то землю, в ящик, и будут брать с открытой корневой системы, то при посадке, если корень они заглубят неправильно, и он вот так вот загнется, то он тоже погибает. Боже мой! Это даже не орхидея, это я не знаю что. А это сельдерей, но зато потом вырастет, употреблять будут. На постоянное место, то есть мы в середине февраля, мы сеем. Да, сеем. А на постоянное место, наверное, в мае, да, сажаем? Прямо первого мая уже можно на постоянное место на грядку высаживать. И вот еще секрет такой, огородникам надо сказать, ну может это не секрет, вот чтобы он такой вот чистенький был. Да, вот они говорят, у нас сельдерей вырастает много корней, прямо на корнеплоде, не тут только корни, а по бокам. Так вот, надо, когда высадили там с расстоянием примерно 25 сантиметров растения от растения, 15-18, и ряд от ряда там 30-40, то как только корнеплодик заметили, ну порыться можно чуть-чуть в земле, как будет только чуть-чуть больше грецкого ореха, и землю надо раскрыть с корнеплодика, только оставить эти корешки, весь корнеплодик раскрыть. Можно срезать вот эти боковые корешки, если они появились, или холчевой тряпочкой протереть, чуть-чуть подождать, чтобы срезы засохли, и закрыть землей, и корнеплод будет чистенький, хорошенький, гладенький. Октябрина, большое спасибо, рассказали нам суперсложную агротехнику. Да нет, Юля. Кто бы мог подумать, что, ну, казалось бы, ну, сельдерей, да, а тут, оказывается, столько мороки. Да, да, да. Но если знать все, то все получится. Все получится. Большое вам спасибо, друзья, если вам было интересно и полезно, скорее всего, было полезно, подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и оставляйте свои вопросы в комментариях. Дорогие огородники, выращивайте сельдерей, это так легко. А Юля вас уже напугала. А сама, я думаю, у ней тоже дачный участок, она обязательно будет сельдерей выращивать. И здоровья вам крепкого-крепкого. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин